Некоторые прилагательные были очень сложные, поэтому могу немножко, как говорится, тупить, но прочитаю. Итак, добрый день, наши красивые родители. Пока все нормально, да, можно выносить, но не так хорошо. Пишут вам ваши некрасивые и полудохлые выпускники. Если это так, поаплодируйте, пожалуйста. О, оно. Мы закончили неполудохлый девятый класс. И впереди у нас увлекательная и не увлекательная жизнь, полная железобетонных приключений. Итак, давайте мы немножко разбавим эту штуку. Что, по твоему мнению, значит железобетонные приключения? Блодай, что по твоему мнению, типа, я отдохнула, железобетонная, это что ты делала? Что, маски носила? О, это, конечно, надо, для чего. Так, ладно, хорошо. Железобетонные приключения. Наш кривой класс очень старался, чтобы сдать скукоженные экзамены. И вы еще экзамены не сдали. У нас не было скукоженных экзаменов, или, наоборот, у нас не было экзаменов, потому что они были очень скукожены. Так, хорошо. В нашем классе учатся ништяковые мальчики. И, милые девчонки, ну, попали в десятку, поаплодируйте себе эту другую. А тут, вот тут начинается самое жесть, и, как бы, люди попадают на всякие такие приколюшки. Итак, девчонки, у вас есть классный руководитель? Да. Да, она здесь присутствует? Да. Да, у вас есть классный руководитель? Ладно, тем не менее, передадите. А тут пойдет речь о как раз-таки классном руководителе. А нас, наш классный руководитель, самое вопиющее, и вопиющее, и качающий человек на свете. Если это так, поаплодируйте. Вообще мощно. Вообще просто просто. Отлично. Итак, спасибо нашим сейчашным родителям. То есть, в принципе, они сейчашные родители, потом уже, типа, уже не знаю, не знаю. Вы просто... Вы просто уродливы, вы скукоженные люди. Итак, ладно, хорошо. Надеемся, что наш раскукоженный класс не доставил вам много блестящих хлопот. Мы вас музыкально любим и по-другому обожаем всегда ваш, ваш жесткий 9-й В. Вот это действительно. Слушайте, у вас получилось одно из самых приколюшных писем, которое было. Итак, ну, по крайней мере, так острые углы почти сглажены. Тем не менее, друзья мои, я вас попрошу. Все, кто есть, все, кто учится в вашем классе, мальчишки, девчонки, поднимаются с своих мест. Потом стартуем вон туда. Сейчас вам покажу чемодавт нам больше, скажем так, наиболее клевое, чем просто сочиняя прилагательные. Вот туда, пожалуйста. Вот здесь вот пятак, ребят.